За серьезнейшие травмы женщины пока делались только штрафом. Сегодня суд озвучил приговор управляющей компании «Актив Комфорт», по вине которой на Кировчанку рухнула ледяная глыба. Напомним, инцидент произошел в феврале этого года у шестого дома на улице Дериндяева. Она лежала вот здесь, в лицо, вниз сюда. Вот головой она как раз здесь лежала. То есть она оттуда сюда тоже? Вот она, да, она оттуда в эту сторону. На архивных кадрах очевидец происшествия Сергей показывает то место, где без сознания лежала 60-летняя женщина после падения ледяной глыбы. Удар пришелся на голову. Судя по ребристости наледи, глыба на женщину упала с козырька балкона пятого этажа. В момент падения льда пострадавшая шла со своей маленькой внучкой. Она чудом не пострадала, а саму женщину с тяжелыми черепно-мозговыми травмами увезли в реанимацию. Тогда же прокуратура возбудила уголовное дело по факту падения льдины на женщину. Выяснилось, что дом обслуживает управляющая компания «Актив Комфорт», который у чиновников и без этого было много вопросов. Сегодня стало известно, что за падение льдины на женщину управляющую компанию оштрафовали на 125 тысяч рублей. Прокуратура продолжает проверять деятельность нерадивой управляйки, которая откровенно плохо обслуживает больше 170 многоквартирных домов. При проверке деятельности данной управляющей компании, начиная с января текущего года, органами прокуратуры были выявлены многочисленные нарушения при обслуживании более половины данного жилого фонда управляющей компании. В прокуратуре добавили, что по всем обнаруженным фактам управляющая компания «Актив Комфорт» получит представление. Вероятно, рано или поздно она будет лишена лицензии. Стоит сказать, что 60-летняя женщина, которая по вине управляющей компании пострадала от схода льдины, до сих пор находится в крайне тяжелом состоянии. Ее жизнь поддерживают специальные аппараты.